Здравствуйте! С вами программа Время Икс. Меня зовут Ксения Вишневская. Всемирный день борьбы с инсультом отмечает ежегодно 29 октября. К сожалению, инсульт – одна из ведущих причин смертности и инвалидности в мире. Предсказать его появление невозможно, а уменьшить риск достаточно просто. Обо всем этом мы поговорим сегодня с заведующим неврологическим отделением городской больницы номер один, кандидатом медицинских наук Сергеем Витальевичем Табакманом. Здравствуйте, Сергей Витальевич! Здравствуйте! В первую очередь, конечно же, я задам вам банальный вопрос, но напомним нашим всем телезрителям, что же такое инсульт. Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения, приводящее к какому-либо неврологическому дефициту. То есть нарушение функции руки, ноги, асимметрии лица, нарушение речи. А с чем обычно, с какими заболеваниями еще путают? Есть какое-то пересечение симптомов? Нет, есть достаточно много заболеваний, но самый банальный, с которым мы можем спутать, это гипертонический криз, когда на высоких цифрах давления проявляется также головная боль, головокружение, хотя гипертония является одним из факторов риска инсульта. Поэтому, если у вас вдруг повысилось давление до необычайно высоких цифр, появилась выраженная головная боль, не надо ждать, лучше приехать в больницу и провести обследование, и исключить инсульт. Сергей Витальевич, скажите, пожалуйста, какие признаки самые главные, которые нужно сразу на это обратить внимание, и предпринять какие меры? Ну, есть очень простой тест, который применим не только врачами, а обычными людьми. Это так называемый лицо-рука-речь, когда просят человека вытянуть руки, и слабая рука будет опускаться, улыбнуться будет асимметрией лица или опущен какой-то угол шта, и сказать несколько слов будет нечеткая речь. Вот самое простое, если один из этих признаков есть, надо ехать в больницу. А время реагирования, и сколько времени для того, чтобы, если вдруг ты обнаружил все-таки, не дай бог, эти симптомы, какой период времени нужно обратиться к специалисту, если, допустим, в эту настигу ночью? Что делать? Ну, обратиться нужно сразу, но время, которое есть у врача к принятию решения, это 4,5 часа, когда мы можем ввести препарат, называемый тромболитиком, и попытаться растворить тромб, который закупорился. Но это касается ишемических инсультов. Да, потому что здесь, я так понимаю, что есть два вида инсульта. Да, есть два вида инсульта. Есть ишемический инсульт, который происходит вследствие закупорки тромбом или атероскетической бляшкой сосуда. Есть геморрагический инсульт, который происходит, кстати, разрыва сосуда. Вот я сейчас говорю про эти 4,5 часа, про ишемический инсульт. Хотя геморрагический инсульт – это тоже неотложная ситуация, надо ехать, потому что в некоторых ситуациях мы можем оказать нейрохирургическую помощь таким людям. К сожалению, Россия занимает одно из лидирующих мест по инсульту и по тому, как у нас большая высокая смертность. Как вы считаете, с чем это связано? Первое, это связано, как любая болезнь, это с недостаточной меропрофилактики. То есть, что нужно для того, чтобы предотвратить инсульт? Это контролировать давление, и вообще нормальное давление это 140 на 80 ниже, в любом возрасте практически. Дальше, это уровень холестерина, и следующий фактор, это уровень сахара у больных с сахарным диабетом, и мерцательная аритмия, то есть нерегулярная работа сердца, которая тоже является большим фактором риска ишемического инсульта. Скажите, а с каждым годом, я знаю, что инсульт это такое заболевание, которое молодеет, да? То есть, из какого возраста попадаем в фактор этого риска, не дай бог, что случится у тебя инсульт? Есть ли это? Понимаете, фактор риска, описанный, не то что описан, они и есть, инсульты у детей, ну там причина инсультов, это какие-то врожденные патологии. Причина инсультов у молодых, это, как правило, наш образ жизни, это гиподинамия, это неконтролируемое давление, и употребление продуктов, богатых холестерином. То есть, нужно исключить заниматься спортом, ну и, собственно говоря, что... Надо, ворот, заниматься спортом, контролировать... Да, исключить, я имею в виду холестерин, и заниматься спортом. Да, и заниматься спортом, потому что, как видите, нынешнее поколение, чем оно занимается, это компьютер, гаджеты и минимум какого-то спорта. А скажите, пожалуйста, вот этот день, как отмечают медики? Отмечают ли? Ну, медики отвечают, конечно же, на работе. Это день, хоть и считается международным, но никакого такого официального праздника или что-то не происходит. Медики отвечают на работе, упустили больного. Скажите, по статистике, по городу Севастополь, как у нас обстоят дела и с непосредственно самим заболеванием и с тем, чтобы предотвратить инсульты? Ну, город Севастополь занимает одно из лидирующих мест по России по уровню смертности, по уровню инсультов. Связано это все-таки с тем, что, во-первых, город Севастополь достаточно пожил, город пожилых людей. Это первое. И, конечно же, связано с недостаточными мерами профилактики, повторюсь еще раз, и мерами обеспечения, может быть, лечения инсультов. Ваши рекомендации в целом, чтобы предостеречь себя и тех, кто сейчас нас смотрит, что бы вы рекомендовали? Помимо того, что ты рацион свой тоже сам должен контролировать и вести, но в целом, потому что зачастую у нас очень большие очереди в поликлиниках, всем известные там, и те же бабушки, и те же дедушки не всегда могут сразу попасть к врачу. Что нужно делать, как предостеречь себя, какие-то ваши практические советы, но и обязательно, чтобы люди были проинформированы и знали, что делать, куда бежать, куда звонить. Первый простой совет – это хотя бы измерять давление. Достаточно измерять утром и вечером. И повторюсь, что если давление выше 140 на 80, то нужно принимать препараты, снижающие давление. Это первое. Второе – все-таки контролировать уровень холестерина. И у больных с сахарными либетами иметь глюкометр, контролировать уровень сахара. Ну, напомню еще такую ремарку, что у молодых женщин, принимающие оральные контрацептивы, есть такой побочный эффект, они приводят к сгущению крови. И одна из причин инсульта у молодых женщин – это прием оральных контрацептивов. Кстати, вот по поводу женщин хотелось бы поговорить отдельно, потому что я так понимаю, что симптомы и все остальное тоже чем-то могут отличаться, нежели чем, если уж говорить по половым признакам, разделять. Инсульт мужской и женский. Отличается ли симптоматика или нет? Симптомы будут абсолютно одинаковые. Другое дело, что у женщин есть немножко другие причины инсульта. Я уже говорил о баральных контрацептивах. Дальше можно учитывать фактор, что, кстати, в период менопаузы может быть повышенный риск инсульта, связанное с гормональной перестройкой организма женщины. Но у мужчины факторы риска – это другие, это курение и алкоголь. А детский фактор инсультов, я так понимаю, что это тоже… Да, есть детский фактор инсульта – это какие-то врожденные патологии. То ли это врожденная извитость сосудов, то ли это патология сосудов в виде аневризмы. Аневризма – это истончение стенки сосуда, которое приводит к его очень легкому разрыву. То есть я правильно понимаю, в нашей с вами беседе складывается ощущение, что инсульт – это заболевание, потому что у нас всегда принято, что тебе там еще нет 40, какой там инсульт, и очень часто мы пренебрегаем всеми этими симптомами, которые мы ранее проговорили, отмахиваясь на то, что еще не возраст, что возраста у инсульта нет. Нет, к сожалению, сейчас возраста у инсульта нет. Да, он бывает чаще у пожилых, но, к сожалению, к большому сожалению, инсульт и в 40 лет, и в 35. Да, возможности восстановления после инсульта в более молодом возрасте, они компенсатурные возможности организма более большие есть, но одно дело, когда инсульт возник в 90 лет и осталась парализованная рука и нога, и другое дело, когда инсульт возникает в 35 лет у молодого активного мужчины или у молодой активной женщины. И это огромная нагрузка на семью, это огромная нагрузка на государство, на общество, поэтому инсульт намного проще предотвратить, чем лечить. Вот как раз-таки по поводу лечения, и хотелось бы поговорить, если уже тот факт случился, и у нас есть определенные показатели, есть неработоспособность какая-то определенная, как с этим бороться, возможно ли после инсульта восстановиться? Возможно. Возможно восстановиться. К сожалению, пока в городе Севастополь нет отдельного отделения реабилитации, надеюсь, что в скором времени оно все-таки появится. То есть самое главное после инсульта, я вам даже скажу, что мы больных в отделении с любыми практически видами инсульта, как только он вышел из комы, мы начинаем поднимать. То есть ранняя активизация больных, ранняя реабилитация, это уже залог успеха к восстановлению человека. Поэтому что нужно делать, даже когда случился инсульт, есть человек парализованный, это, конечно, нагрузка на близких людей, которые помогают во всем как-то реабилитироваться и заниматься. То есть основное после инсульта, когда он уже случился, это занятие. Это занятие, это реабилитация. Хорошо, надеемся, что у нас все-таки найдутся средства и возможности для того, чтобы этот реабилитационный центр появился. Тем более, что у нас такой фактор и риска, и такое количество заболеваний мы сейчас фиксируем. Скажите, пожалуйста, Сергей Витальевич, а вот что касаемо предотвращения того самого инсульта и оснащения наших больниц, врачей, подготовка врачей к принятию таких больных, как в этом обстоят дела у нас? Значит, что касается подготовки врачей и больниц. Больницы, особенно врачи, они готовы, особенно в нашей первой больнице, в неврологическом отделении, где, если можно так выразиться, каждый доктор, который работает, он заточен под инсульт. То есть основной контингент больных, находящихся в отделении, это, конечно, инсульты. И поэтому и молодые доктора, которые приходят, они, что называется, после института сразу окунаются в активную медицинскую жизнь, и они практически за 2-3 месяца становятся уже достаточно квалифицированными врачами. И больница подготовлена. То есть, когда человек приезжает с инсультом, у доктора есть, если по времени судить, 20 минут, чтобы взять анализы, 40 минут, чтобы сделать томограмму, через час больной должен быть уже в отделении, в том или ином ситуации, и ему начато лечение. Поэтому больницы наши готовы. Надо, чтобы люди помнили о том, что инсульт эта ситуация неотложная, чем раньше он приедет, тем лучше факт восстановления, ну и для жизни в том числе. И не ждать, что, когда занемела рука, что это пройдет. Или когда перекосило лицо или нарушилось здесь, что это пройдет. Не пройдет. Лучше приехать, сделать томограмму, осмотрен доктор, в конце концов даст рекомендации, если как-то доктор не удовлетворит или что-то, прекрасно можно подняться ко мне в отделение, в кабинет и эти вопросы уточнить. То есть вы открыты? Абсолютно. Я на работе нахожусь с 8 утра до практически полседьмого-шести вечера и готов всегда оказывать эту помощь. Поэтому просто если поликлиники не справляются, то я же говорю, я готов взять на себя эту нагрузку и помогать советам как-то участвовать. Кстати, вот очень важный фактор. Вы обратили внимание, что люди всегда думают, что что-то занимало, ну, значит, сердце, может быть, что-то там, сейчас выпью валерьяночку и все пройдет. То есть вот этот вот сам фактор того, или я завтра пойду обязательно в поликлинику, меня там обследуют. Или я дождусь у участкового доктора, который придет когда-то. Да-да-да-да. Вот в этом в целом, я так понимаю, что наши люди на авось пройдет и происходит у нас такое большое количество. Да, к большому сожалению, я вам даже по статистике скажу, что треть всех инсультов, поступающих в отделение, поступают через сутки. Через сутки, то есть? Через сутки от момента возникновения инсульта. Пока все... Чтобы так, для цифр, чтобы было наглядно, через отделение проходит в месяц где-то 170-180 больных с инсультами. Ну, вот считайте, что такое треть, которые поступают после первых суток. Это очень большая цифра. Особенно, кстати, это касается, вот наши пожилые люди еще как-то уже привыкли, а молодых это, что пройдет, они все считают, что это не инсульт, что у них инсульта быть не может. Ну, потому что... Я поэтому и акцентировала, потому что для меня, когда вы стали говорить про возраст и про то, что, собственно говоря, для каждого эта болезнь опасна, было открытие, потому что мне всегда казалось, что это где-то, когда-то может быть, и не со мной. Да, и не с вами, и мне еще нет 80 лет, и когда-нибудь это случится, а может и не случится. Хорошо. Сергей Витальевич, мне бы хотелось все-таки еще раз, так как это очень сложное и очень опасное, тем более, когда такое маленькое количество времени, 4,5 часа, когда вы можете квалифицированную помощь оказать и вовремя предотвратить. Мы можем просто растворить тромб. Это реальная помощь. Там дальше тоже проводится лечение и так далее, но дело в том, что через 4,5 часа тромб растворить, вернее, можем, но там уже существует масса побочных эффектов через 4,5 часа. А здесь есть реальная возможность это сделать. Причем, кстати, в этом отношении город Севастополь очень неплохо выглядит в плане проведения тромболизиса. Чтобы для сравнения по планам Минздрава Россия должна достигнуть 5-процентного барьера проведения тромболизиса в 2020 году. В городе Севастополе уже сейчас проводится 8-9% тромболизисов в год. То есть мы, в принципе, в этом отношении неплохо. Это объяснимо небольшой размерами города. Это все-таки быстрая доставка больных, которые вызывают вовремя скорую. Поэтому что-то все-таки делается. Главное, чтобы люди знали, что такое инсульт и не оставляли это на потом. Спасибо большое. Я думаю, что такими программами, которые мы сейчас с вами записали, обязательно будет, мне кажется, хотя бы какая-то часть людей нас услышит, видит и никогда не смогут допустить такую халатность по отношению к своему здоровью. Я готов приходить сюда достаточно часто рассказывать про инсульты, если есть какие-то вопросы, также их комментировать. Также вопрос от телезрителей, чтобы как-то эту ситуацию все-таки сдвинуть с мертвой точки. Спасибо большое. Спасибо. Здоровья нам всем. А я напоминаю, что у нас в студии сегодня был Сергей Витальевич Табакманов. Я на этом с вами прощаюсь и до новых встреч на информационном канале Севастополя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин